Добрый день, меня зовут Шмакова Инна Дмитриевна, я доктор-анстезиолог в центре Алмазова, и мой сегодняшний доклад будет посвящён спинальной хирургии и послеоперационной потери зрения в положении лёжа на животе. Итак, сначала об актуальности данной проблемы. Впервые случаи потери зрения после спинальной хирургии в положении лёжа на животе описаны в середине прошлого века. И оба этих случая описывались в связи с неправильным положением головы на упоре, которое позволило высказать предположение о связи между повышением треглазного давления, сгибом перфуза зрительного нерва и последующей потерей зрения. Наиболее часто встречается в кардио и спинальной хирургии, а это в ортопедии и в нейрохирургии, поскольку хирургическая лекция до информации позвоночника или стабилизирующая вмешательство на позвоночнике Эта операция связана с массивной кровопотерей и с объёмной инфузией. А это основные предрасполагающие факторы, которые могут привести к потере зрения после операционного периода. Итак, переоперационная потеря зрения может протекать по нескольким вариантам. Это ишемическая оптическая нейропатия, окклюзия центральной актерии сетчатки или корковая слепота. Я позволю себе коротко напомнить о кровоснабжении зрительного нерва. Он кровоснабжается из ветвей внутренней сонной артерии, из передней мозговой, средней мозговой артерии, задними целярными артериями и также сосудами, берущими своё начало от глазной артерии. Итак, передняя и задняя ишемическая оптическая нейропатия соответственно возникают вторично по отношению к снижению перфузии головки зрительного нерва. И по локализации поражения делятся на переднюю и на заднюю. При передней оптической нейропатии поражается диск зрительного нерва. И, как правило, выпадение полей зрения будет безболезненно и внезапно для пациента. Основной механизм — это отёк, ишемия и инфаркт разных областей диска зрительного нерва. При задней ишемической нейропатии потеря зрения, как правило, двухсторонняя. При этом пациенты часто жалуются на затуманенное зрение. И, как правило, потеря зрения, к сожалению, часто необратимое, эффективного лечения нет. При спинальной нейрохирургии в положении лёжа на животе часто возникает среди всех прочих видов оклюцентральной артерии сетчатки. Она связана с непосредственным давлением на глазное яблоко, с последующим развитием снижения перфузии сетчатки и проявляется, как правило, односторонняя потеря зрения. При этом по нему потеря зрения могут возникать такие признаки длительной компрессии, как отечные склеры или экхимозы. И, к сожалению, потеря зрения также может оказаться необратимой. При корковой слепоте она часто встречается у детей при спинальной хирургии в положении лёжа на животе, и она будет связана с поражением затылочных долей, которые питаются задними мозговыми артериями. Если возникает иносторонняя корковая слепота, то развивается контролатеральная гомонимная гемианопсия. Если с обеих сторон, то потеря периферического зрения, которое также может привести к полной слепоте. Также следует помнить о том, что терапии почти нет, и прогноз тоже не очень благоприятный, но, как описывают, у детей прогноз лучше, чем у взрослых пациентов. Среди факторов риска развития переоперационной потери зрения выделяют следующие, которые как изолированы, так и в сочетании являются анемия, длительные оперативные вмешательства, то есть более 4 или по некоторым источникам более 6 часов. Также вмешательства в нескольких уровнях, массивная кровопотеря и, собственно, положение лёжа на животе. Среди дополнительных факторов выделяют такие, как возраст меньше 18 или больше 60 лет, мужской пол, некоторые хронические заболевания, например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, почечная недостаточность и приём некоторых лекарственных препаратов. Перед операцией необходимо рассмотрение вопроса об информировании пациентов о возможном риске переоперационной потери зрения, если пациент вводит группу высокого риска, и также консультация профильных специалистов при наличии сопутствующих заболеваний. Итак, меры направленной снижения риска возможного развития переоперационной потери зрения, они осуществляются в нескольких направлениях. Прежде всего, это контроль артериального давления. Непосредственно перед операцией нужно оценить исходный уровень артериального давления. И если пациент входит в группу высокого риска, то необходимо осуществлять непрерывный мониторинг гемодинамики в течение всей операции. Решение о применении управляемой гипотонии у таких пациентов должно приниматься коллегиально совместно с хирургом. И также необходимо учитывать анамноцертериальная гипертензия, в том числе степень контролируемости, приём антигипертензивных препаратов и риск повреждения органов мишени или их уже существующее поражение. И также, конечно, стоит не допускать длительного снижения артериального давления. Далее необходим контроль кровопотери и оптимальная стратегия инфузионной терапии. Прежде всего, необходима коррекция поддержания оптимального лимического статуса и коррекция исходно существующей железно-дефицитной отними. Также интероперационно необходимо контролировать показатели гемоглобина и гематокрита и помнить о том, что необходимо избегать чрезмерных инфузий кристаллоидов, поскольку чрезмерное их переливание чревато тем, что жидкость выходит в несудистое пространство и развивается местный компактный синдром с давлением зрительного нерва и повреждением аксонов. И также стоит не забывать, что при снижении гемоглобина и гематокрита необходимо рассмотреть вопрос о гемотрансфузии. Что касается использования вазопрессоров, то использование дреномеметиков при необходимости коррекции гипотензии должно рассматриваться индивидуально и всегда стоит помнить о том, что не стоит допускать длительного снижения артериального давления. Особо следует отметить тщательность укладки пациентов. Во-первых, голова должна находиться на уровне или выше уровня правого предсердия в нейтральной позиции. Это позволит избежать увеличения ЦВД, поскольку повышение центрально-венозного давления закономерно приведёт к повышению переглазного давления. И таким образом при нарушении оттока венозной крови от длительного нерва может развиться его отёк с следующим нарушением зрения. Помимо положения головы, следует также не допускать чрезмерного сгибания шеи, положение головы относительно уровня сердца в каком-то другом положении. И также абдоминальные компрессии следует избегать. Также необходимо избегать прямого давления на глазное яблоко. Для этого можно использовать либо различные приспособления, которые подкладываются под лицо пациента, я их дальше продемонстрирую, или использовать жёсткую фиксацию головы в скобе Мэйфилд. Также необходимо оценивать положение головы и глазных яблок каждые 15 минут или каждые 20 минут в зависимости от риска смещения головы в интероперационном периоде. И также избегать положения трендеринбурга и при возможности использовать обратное положение трендеринбурга. Вот как раз те самые приспособления, о которых я говорила. Вот такие очки, которые помогают защитить глаза от компрессии. Такого рода упора. Зеркало внизу, которое также позволяет контролировать положение головных яблок во время операции. Вот такие гелевые подушки. Соответственно, укладывается лоб и подбородок. И таким образом тоже не допускается компрессия глазных яблок. Данные снимки сделаны в нашей операционной. Здесь видно, что голова зафиксирована в скобе Мэйфилда. То есть абсолютно нет никакого риска, что голова сместится и будет компрессия глазных яблок. И также положение головы в как раз то необходимом, нужном положении, о котором я упоминала раньше. Это, соответственно, мониторинг в условиях нашей операционной. Также немаловажным является разделение оперативной шаги на несколько этапов. В том числе, если оно продолжительностью более 6 часов или более 4 по некоторым источникам, то есть смысл обсудить с хирургами его разделение на несколько этапов. Это позволит снизить риски у пациентов высокого риска, но, однако, может привести к дополнительным затратам и рискам для самого пациента. Например, это инфекция, болея или неврологический дефицит. Предпочтение следует давать минимально инвазивным методом хирургического лечения, что тоже также позволяет снизить длительность оперативного вмешательства и любого неврологического дефицита для пациента. В раннем послеоперационном периоде оценку зрительных функций необходимо проводить сразу после того, как пациент проснулся, после того, как инкстюбировал. Если есть какие-либо опусения, касающиеся возможной потери зрения, необходимо срочная консультация офтальмолога. И также следует помнить о том, что при выявлении каких-либо интракраниальных причин потери зрения необходимо выполнить МРТ или КТ как можно быстрее. И также следует понимать, что эффективная терапия данного грозного осложнения существует, и поэтому любые антитромботические препараты, стероиды, препараты, снижающие ментроглазное давление, они, к сожалению, оказались неэффективны в терапии снижения или потери зрения после операционного периода. И поэтому основная задача анестезиолога как раз и стоит в том, чтобы уметь профилактировать и уметь предотвратить данное грозное осложнение. В 2006 году в Америке была опубликована серия операций на позвоночнике и таким образом как раз была выявлена эта проблема и был создан реестр после операционной потери зрения американского анестезиолога. И это вот его результаты. И в следующем это позволило выпустить серию рекомендаций, которые датируются со шестым, двенадцатым и девятнадцатым годами. Это довольно подробные рекомендации, в которых описаны все состояния, которые могут привести к потере зрения, возможные меры профилактики и возможные направления их коррекции внутри операционной периоды. Поэтому, учитывая наличие таких рекомендаций и наличие такой проблемы, которая обширно освещается в зарубежном сообществе, мне хотелось бы поднять вопрос о том, что, возможно, это та проблема, которую стоит рассматривать гораздо шире и в нашем анестезиологическом сообществе, в нашей стране. И таким образом, я считаю, что будет довольно полезным начинать подробный сбор данных о случаях, развившихся переоперационной потери зрения, для того, чтобы запоставить характеристики пациентов, у которых развилось такое осложнение, или события, которые развиваются в интероперационном периоде. И таким образом, позволить в том числе и нашим врачам узнать об этом немного больше, чтобы не допустить таких фатальных осложнений в своей практике. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова